Здравствуйте! Я Юлия Шефер. Это программа «Что происходит?» в эфире Ченоморской телерадиокомпании. Сегодня мы поговорим о громкой отставке генпрокурора Украины Виктора Шокина с нашим гостем, политологом Александром Полей. Здравствуйте! Здравствуйте! Александра, перед тем, как перейти к вопросу об отставке и другим не менее громким вопросам, хотелось бы поговорить о теоретическом обмене Савченко на граждан России. Сегодня российский интерфакс со ссылкой на информированные источники сообщил, что Россия предлагает обменять Надежду Савченко на российского предпринимателя Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко. Первый осужден за торговлю оружием, второй за торговлю наркотиками. Оба отбывают наказание в США. Скажите, о чем это говорит? Это говорит о том, что Россия пытается забросить такие крючки для того, чтобы вызволить своих людей, которые в интересах российских спецслужб распространяли там оружие, наркотики и так далее. То есть люди, которые совершили преступление, пытаются их обменять на совершенно невиданного человека. Но уже сегодня я сам слышал, как американский посол на одной пресс-конференции в круглом столе, он сказал, что такие предложения у нас перевели смешные, но есть такое слово radiculus, то есть обидные, как бы оскорбительные. Вот. И я считаю, что это абсолютно правильно. Причем здесь Соединенные Штаты, которые имеют свои отношения с Россией, и отношения Украины и России в данном случае. А вот эта вот ситуация, когда Интерфакс сообщает такую информацию, с какой целью? Прощупать, возможно ли возможно? Да, прощупать и обидеть кого-то. Это было возмутительное такое предположение. Да, возмутительное предположение. Скажите, а вы считаете, что вот эти вот товарищи, которые находятся в США, арестованы, отбывают наказание за торговлю оружием, наркотиками, это не, скажем, не частные лица, а лица, которые действовали в интересах Российской Федерации? Да, в интересах Российской Федерации, российских предслужб и российского оружейного бизнеса. Это значит, что Россия заинтересована, теоретически, вот в таком обмене Савченко на этих господах? Очевидно, что Россия заинтересована, потому что Савченко – это просто человек, один из пленных украинских, которых, ну, скажем, историю вокруг которых раздула российская СМИ. То есть человек, который абсолютно невиновен, во-первых, во-вторых, ну, никак не связан с никакими секретами особенными, то, что для России важно, и вокруг которого российскими СМИ создан такой ареол. То есть они вот эту продукцию российских СМИ пытаются обменять на реальных людей, которые нарушали закон, которые поставляли оружие в различные регионы и вели дела с наркомафией. То есть совершенно непропорциональный и неравный обмен, во-первых. А во-вторых, Савченко нужна Украине, а тут отношения совершенно другие – России и Соединенных Штатов. Причем здесь Украина и Савченко к отношениям российских. А забрасывая такую информацию, Россия разве не знала о том, что взаимоотношения совершенно, скажем, непропорциональны? Причем здесь российские граждане, которые отбывают наказание в Штатах? Они хотят показать, что нынешний украинский режим, нынешняя Украина – это полностью продолжение Соединенных Штатов. Мы все прекрасно понимаем, что это совершенно бред. Что Украина – суверенное государство. Да, сейчас у нас Соединенные Штаты – это важный партнер, который нам помогает. Но, тем не менее, совершенно нельзя сказать, что наши пленные – это американские граждане или какую-либо жизненную ценность для Соединенных Штатов представляют. К сожалению, это не так. Или к счастью. То есть Россия пыталась каким-то образом убить двух зайцев, да? Да, Россия – информационная провокация. Это абсолютно заврядная вещь, которая со стороны России происходит постоянно. И ничего здесь такого удивительного нет. Александр, давайте вернемся к более реальным вещам, к отставке Сакварелидзе. Заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе уволен из органов прокуратуры. В ГПУ заявили, что неоднократно в последнее время получали коллективные депутатские обращения, запросы по поводу якобы несоответствия должности и расписания Сакварелидзе закона о прокуратуре. Я процитирую. Также обоснованность решения об установлении указанной должности стала предметом судебного разбирательства в окружном административном суде города Киева по иску народного депутата Украины, говорится об обращении. Таким образом, генпрокурор Шокин решил ликвидировать должность заместителя генпрокурора, прокурора Одесской области, который занимался Сакварелидзе. Кроме того, его привлекли к дисциплинарной ответственности, цитирую, за грубое нарушение правил прокурорской этики вмешательства в непредусмотренном законодательство порядке в служебную деятельность другого прокурора, совершение проступка, который порочит работника прокуратуры невыполнение и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей. Виталий Портников прокомментировал эту новость, он сказал, что это четкий сигнал Саакашвили со стороны Порошенко, мол, знать свое место и не следует нас критиковать. Вы как расцениваете ситуацию? Нет, я не согласен. Борьба идет именно внутри прокуратуры. И здесь президент и глава обладминистрации, они здесь не то чтобы ни при чем, но вдалеке от этой ситуации. Основная ситуация идет в том, что есть человек, который пытается реформировать генеральную прокуратуру, и есть генеральная прокуратура, в которой корпоративная этика, точнее, назвать это этикой, не назовешь это, корпоративные отношения, они пытаются сохраниться, самосохраниться в условиях новой постреволюционной Украины и всячески противодействовать, саботировать реальным реформам. Вот что в действительности происходит. Поэтому это внутри прокурорская ситуация, тем более, что сейчас уже начали обвинять прокурора, назначенных в Сакаврелидзе, в взятках или так далее. Нужно посмотреть, что это, не было ли здесь фальсификации некой, или подброса несоответствующего. Но ситуация такова, что генеральная прокуратура просто тупо нарывается на реформу под ноль. Что это значит? Это значит, что они просто вот этими всеми скандалами, склоками, неспособностью наладить работу по правоохранительной деятельности, собственно говоря, а занятия этими внутренними склоками, они способствуют тому, что украинское общество созревает, к тому, что все 18 тысяч прокуроров должны быть заменены. То есть вот эта корпорация, она не такая большая, кстати говоря. 18 тысяч – это у нас выпускники одного юридического вуза за пару лет могут набрать столько. Поэтому это не какая-то суперкритичная масса людей. Это просто люди с папочками и с информацией. И вот этих людей с папочками и с информацией, мне кажется, что нужно поменять всех. Это было бы более рационально. Потому что система больна настолько, что она не поддаётся лечению. Понимаете, когда судья высшего хозяйственного суда имеет часы 300 тысяч, когда все прокуроры живут в таких домах, ну почти все с руководства прокуратуры, в таких домах, которые измеряются там с миллионами, сотнями тысячами, возможно, и десятками миллионов долларов с их зарплатами, то такая прокуратура, она не может быть функциональной в нормальной, как бы прозрачной демократической системе. Поэтому кто-то сказал даже, что если у двух прокуроров забрали 500 и полмиллиона долларов, а в Украине 20 тысяч или 18 тысяч прокуроров, то зачем нам МВФ в таких случаях? Поэтому это, скорее всего, тот орган, который не поддаётся лечению. Возможно, там есть люди, которые имеют какое-то правовое осознание, которые могли бы работать в новых условиях, но система такова, что она их просто переломалывает. Ваше мнение придерживаются многие аналитики, эксперты. Например, сегодня на своей странице Facebook Сергей Фурс, инвестиционный банкир, написал, что не имеет значения, кто будет главой прокуратуры в Украине. Это нельзя реформировать, это нельзя исправить. Её можно просто закрыть навсегда, отдав Министерству юстиции и функции представительства в суде, и всё, только сжечь, только залить бетоном. В принципе, такие прецеденты в мире были. После свержения Челшеску в Румынии уволили всех сотрудников секретной службы. И те сотрудники, которые пытались оспорить вот такое вот решение и подавали в Европейский суд по правам человека свои иски, Европейский суд по правам человека сделал вот такое вот обоснование. Все страны имеют обоснованные законные интересы регулировать условия приёма на государственную службу. И даже увольнение честного полицейского не является диспропорциональным относительно законной цели страны, лояльность к правам и свободам других лиц. Скажите, а вот если многие согласны с тем, что вот нужно генпрокуратуру просто взять и ликвидировать, и начать снова, а вот какие механизмы юридические, чем можно заменить? Или просто начать с нуля, набрать новых людей? Да, легче всего просто набрать с нуля новых людей новому генеральному прокурору. Согласно закону о прокуратуре, он имеет право, практически очень широкое право кадровых назначений генеральный прокурор. То есть сейчас немножко разнесли, полномочия передали последствию антикоррупционным органам, но в то же время новым, новосозданным. Но в то же время, во-первых, контроль за следствием там, а во-вторых, кадры остаются в руках у генерального прокурора. То есть если появляется совершенно новый генеральный прокурор, он может просто ликвидировать должности, увольнять и так далее, и так далее. То есть начать очень глубокую чистку. То есть, в принципе, назначение фигуры нового генпрокурора, это очень важно? Да, это очень важно. И желательно бы было, чтобы это было, как сказал недавно Юрий Луценко, очень правильно, по-моему, чтобы это был человек не из системы прокурорской. То есть у нас законами предусмотрено, я считаю неправильно совершенно, что в судебные органы, в прокурорские органы, необходимы люди с каким-то юридическим опытом. Но ситуация такова, что юридический опыт в условиях Украины – это априори минус. Это не является никаким плюсом, позитивом и так далее, потому что это, скорее всего, коррупционный опыт. Поэтому необходимо для того, чтобы менять систему, люди свежие. И это значит, что необходимо, чтобы просто люди с высшим образованием курс молодого бойца проходили, там год или два года, если есть такие ресурсы у государства, лучше год, чем раньше, тем быстрее. И могли поступать и в судебские органы, и в органы прокуратуры, чтобы появлялась новая кровь, которая сможет кардинально, серьезно менять не просто лицо, а суть системы. Александр, сегодня проголосовало большинство депутатов за отставку Шокина. Шокин ушел, тем не менее он успел забрать за собой, с собой туда Сакварелидзе. Исполняющий обязанности заместителя главы Одесской обл. администрации Саша Барайк заявил, что если демократические силы в стране не отреагируют на увольнение зам генпрокурора Давида Сакварелидзе и ждет такое же давление и расправа со стороны контрреволюционеров. Я цитирую, я считаю, что это переход контрреволюции в активное наступление Сакварелидзе стал первым, по кому они ударили. Скажите, а вы согласны с тем, что в Украине началась контрреволюция? Да, система пытается себя в новых условиях приспособить, сделать вид, перегруппироваться и сохраниться. Да, действительно, это есть. Это еще не называется контрреволюция, потому что все основные ключевые органы, начиная от правительства, которое в подвешенном состоянии, заканчивая парламентом и президентом, они постреволюционные. То есть там огромное количество, достаточно большое количество людей, которые делали наоборот революцию. Да, их разные роли, да, сейчас роли эти могут переосмысливаться, но тем не менее парламент обновился на две трети. И у нас не генеральная прокуратура определяет парламент, а все наоборот. Парламент назначает генерального прокурора с подачи президента. Поэтому это попытки некоторых систем, очень таких железобетонных, коррупционных, сильных, сохраниться. И мы это видим с самого начала, сразу после революции достоинства, когда начали выпускать милиционеров, различных судей, и они просто смывались за границу. То есть это же не просто так происходит. Это происходит и сейчас. Да, сейчас уже меньше. Мы видим, что, например, не дали уехать за границу полицейскому, который был уволен в Виннице, другим деятелям и так далее. Поэтому тогда это было особенно критично, когда уехали ключевые свидетели. Типа Садовника, например, который отвечал за расстрелы. Типа Садовника, типа Клюева, который приезжал после того, как убежал Янукович. Он приезжал, зачем-то был подстреленный, где-то лежал типа в больнице, а потом просто убежал. И кто ему дал убежать? С кем он вел переговоры, когда он лежал здесь, в Украине, сразу в марте 2014 года? То есть его россияне просто отправили договариваться с местными элитами. Мы это всё прекрасно понимаем. То есть система, вот эта коррупционная, коллаборантская, предательская, она пытается и, главным образом, в своих частных интересах, пытается сохраниться в новых условиях, когда общество совершенно к этому не готово. Скажите, а общество готово протестовать? Вот Саша Боровик, например, заявил, что он уверен, что к выходным в Киеве напряжённость усилится, возможно, какие-то будут протесты. Вы считаете, вот время массовых протестов, оно пришло? Нет. Вот что надо делать? Муссо Фанайема предлагал, призывал на днях выйти к администрации президента и протестовать. Несколько сотен человек вышло. Я считаю, что лучше всего действовать через парламент. То есть есть многие депутаты, которые могут собраться, создавать там следственные комиссии и так далее, и так далее. То есть переводить это в какое-то законное русло такое, знаете, конструктивное, чтобы это имело результат, а не просто выхлоп. А протесты не будут иметь результаты? Нет возможности собрать большой протест, который бы имел какой-то силу? Нет, протесты точечные, которые будут привлекать внимание, это хорошо. То есть, ну, скажем, такие протесты, которые будут освещаться медиа, и где люди смогут просто и высказывать свою позицию, но это не главный способ изменения ситуации. Когда у нас есть парламент, который голосует 240-280 голосов, сегодня по Шокину 289 голосов, который голосует правильные решения, то все правильные решения, в принципе, могут проходить через парламент. Поэтому главная работа, конечно, внутрипарламентская. Это тяжело, это не так просто, но это легитимный и, главное, наиболее эффективный механизм. А массы, они нужны на данном этапе, они не имеют тех полномочий, которые имеет законный орган. Александр, скажите, а вот этот вот призыв Мустафы на ЕМА, выйти на улицы и протестовать против той чехарды, которая происходит в генпрокуратуре, многие раскритиковали этот его призыв, заявили, что вы депутат фракции правящей, вы почему у себя там внутри вашу работу не делаете? Нет, я не согласен, что его нужно критиковать. Он правильно привлекает внимание к ключевой, так сказать, проблеме. Проблеме правоохранительных органов, которые не всегда эффективно выполняют свои обязанности и являются обломком старой коррумпированной системы. Поэтому даже находясь в провластной фракции, а у нас сейчас, если вы знаете, практически весь парламент избирался на лозунгах революции и так далее, и так далее. То есть если в коалиции изначально было 302 депутата, то есть это огромное большинство, которое у нас практически никогда не было такого большинства. То есть следует его просто задействовать на полную силу? Да, но мы понимаем, что в то большинство повходили люди и бывшие, и которые безидейные совершенно. Мы это понимаем. Но тем не менее, если мы посмотрим на работу этого парламента, 240-280 голосов они дают стабильно. Поэтому, ребята, работайте. Да, люди вас поддержат, но у вас есть законные механизмы. Мы должны собирать 100-тысячные митинги или там миллионные, или вы там соберетесь, у вас 20 человек и решит проблему. Давайте решайте. Мы вас для того и избрали. Александр, новый генпрокурор должен быть независимым профессионалом, а также пользоваться поддержкой гражданского общества. Боюсь слова «профессионала». У нас, когда юристы – профессионалы, это, как правило, пройдохи жуткие. Я аксессирую слова посла США Джеффри Пай, который заявил, что Шокина, отставку которого поддержал парламент, таким лидером не является. Вот завтра, 30 марта, президент Порошенко отбудет с визитом, рабочим визитом в США. Учитывая ситуацию вокруг отставки Шокина, отставки Сакварелидзе, вообще вот эту ситуацию с командой Саакашвили, что ждет его в Штатах? Как к этому отнесутся там? И будут ли какие-то последствия? Ну, я думаю, что решение по Шокину воспримет на Западе нормально. То есть там давно ожидали, видели консервативность системы, ее, ну, скажем, неготовность шашкой наголо бороться против коррупции. Я это видел просто лично. Мне сразу понятно, что люди, которые там наверху были, которые, ну, руководство, оно не готово пересесть в бронеавтомобили, реально бросать вызов коррупционерам, преступникам и так далее, реально рисковать ради этого. Нет, ничего подобного. Они были готовы для того, чтобы сохранять корпоративную солидарность. Вот на что... Ну, скорее всего, будет обсуждаться не отставка Шокина, которая, скажем так, наконец-то это произошло, а то, что Шокин напоследок уволил с Экварелидзе и масса вот этих скандалов, например, бриллиантовых прокуроров и так далее. Ну, нет, ну, как скандалы. Они это дело скоро в суд передойдут. То есть оно как бы формально движется своим чередом. Украинский дом. Поэтому я не думаю, что отставка областного прокурора будет слишком там обсуждаться. Я думаю, что американцы, конечно, заметят это, но это будет не главное. Главным это будет требование реформ. Вот требование реформ и поддержка с их стороны. Не то, что в обмен на реформы, потому что они хотят и реформ, и усиление Украины. Ну, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта поддержка была более масштабной. Потому что в свое время, вы знаете, был план Маршала послевоенный, и в финансовом отношении он был несоизмеримо больше, чем то, что Украина получает сейчас. Мы это прекрасно понимаем. Но в то же время спасибо и за то, что дают. То, что дают, уже дает возможность, ну, скажем, не сокращать социальные выплаты. То есть у нас во время войны было не так, как в Советском Союзе, по 400 грамм хлеба. Платились зарплаты, платились пенсии людям. Платятся до сегодняшнего дня. Даже поднимаются чуть-чуть там в гривенном выражении. Поэтому даже за это спасибо Соединенным Штатам. Кое-что они в это внесли. Александр, вернемся к ситуации на Донбассе. Важные вопросы я хотел бы обсудить с вами напоследок. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он готов сотрудничать с любыми местными властями на Донбассе, которые будут избраны, включая бизнесмена Рината Ахметова или главу оппозиционного блока Юрия Бойко, если они получат поддержку Донбасса. Ну, это заявление вызвало массу негодований у общественников из Донбасса. Например, коллега наш Алексей Мацука говорит, что бы вы ни делали, сколько бы вы ни создавали гражданское общество на Донбассе, все равно будет Ахметов и СКМ. Но нет достойных. Скажите, а вы были бы удивлены, если выборы на Донбассе выиграл Ахметов и Бойко? Ахметов не был бы удивлен, потому что он прикармливает местное население, уже давно прикармливает. Сначала он создавал для них, так сказать, зрелища в виде шахтера. Потом, когда эти зрелища убежали, он подает подачки им туда, гречку, крупы, масло и так далее. В больших достаточно объемах доходят гуманитарные пайки. По крайней мере, последние еще месяца два доходили назад. Не знаю, как сейчас. То есть он явно пытается купить лояльность в будущем этого региона. Но кроме того, его предприятия не национализировали, так сказать, не ограбили на этих территориях, и они работают на оккупированных территориях. Это свидетельствует, что какие-то финансовые отношения с террористами у него есть. Ну, кроме того, следует сказать, что средний класс убежал оттуда. То есть те, кто мог быть потенциально оппонентами Ахметова, они убежали. Все остальные – это остались бабушки, дедушки, люмпины, дети и так далее. То есть, ну, реальность такова, что средний класс просто как крово слезало оттуда. Я знаю много людей, достаточно много людей, которые повозили свои какие-то мелкие фирмочки, оборудование и так далее, и так далее оттуда, из Донецка, из Луганска. Поэтому с кем им там работать? То есть оставить те люди, которым важно, чтобы было как раньше, чтобы было стабильно, чтобы не было войны? Как раньше не будет. Просто чтобы им… Они думают одним днём. Чтобы им в этот день дали гречку и дали масло подсолнечное. А что касается кандидатуры Бойко, например? Ну, если будет поддержан вот этим обмене ресурсами оппозиционного блока, то теоретически тоже возможно. Но это в будущем. Сначала вот есть террористы. Достаточно много. Вместе с россиянами до 40 тысяч человек на оккупированной части Донбасса. То есть, когда этот весь проект будет закрываться каким-то образом, куда денутся эти люди? Эти люди хотят легализироваться в местной так называемой народной милиции. И уже сейчас фактически регионалы подают законопроект. Сегодня зарегистрировали фактически предательские законопроекты. Люди реально действуют как изменники Родины. Почему? Потому что пять депутатов от оппозиционного блока предлагают существенно расширить права террористов, чем в соответствии с Минскими соглашениями. И превратить отдельные районы, которые не имеют никакой центральной законной власти, никаких ДНР, ЛНР. Просто ордила. Отдельные районы Донецкой и Луганской областей. То есть, они хотят их объединить, дать им центральное руководство, дать им легитимность, дать им парламент. И дать им возможность устанавливать численность милиции. И дать им возможность назначать собственную службу безопасности. Потому что это не предусмотрено Минскими соглашениями. То есть, они пытаются вывести террористов из этого постоянного страха, что их поймают СБУ. То есть, определено, как это автономия, да? Это не то, что автономия, это просто разрушение страны. Там преамбула есть, в которой написано «все красиво», а потом суть пошла, где «все на разрушение страны». Это подписали пять человек из оппозиционного блока. Я думаю, что там их больше. Но это верхушечка вот эта, которая… А кто автор этого законопроекта? Это люди, сейчас я вам скажу, в том числе связаны с Ахметовым. Пара связана с Ахметовым. Один сам там типа бизнесмен и два каких-то, я не знаю. Ну, то есть, это демонстрирует намерение, скажем так, этих товарищей оппозиционного блока. Что они хотят видеть на этих территориях? Я думаю, да. Они хотят легализироваться таким образом, создать мощную автономию. Такую, не как у нас описано в Минских соглашениях, Ордила. Отдельные районы. То есть, есть район там Лутугинский, есть район там Макеевский или какой-то там и так далее. То есть, центральной никакой власти нет. Они хотят это все централизировать и сделать мощную силу, которую они смогут использовать, россияне смогут использовать против Украины. Поэтому, я считаю, что наши спецслужбы должны поработать с этими депутатами. Кто им это написал, спросите. И как их зовут. Скажите, а население, скажем так, этих областей Ордила, они бы поддержали такой вот вариант? Ну, вы знаете, сейчас оно в таком состоянии, что оно готово поддержать все, что угодно. Лишь бы прекратить то состояние, в котором они сейчас находятся. То есть, они готовы на все. То есть, у них никто ничего не спрашивает. То есть, русский мир – это отсутствие вообще всех человеческих прав. То есть, их могут убить там завтра, и никто ничего не скажет. У них никто не спрашивает, кем им руководить. То есть, им, представьте себе, так называемых мэров назначают. Это вообще, ну, где же это за мэр, которого назначают. То есть, это никакого права на избрание кого-нибудь местного у них нет. Никаких выборов реальных там реально не проходило. Поэтому люди не привыкли, чтобы у них спрашивали о чем-то. Они привыкли, чтобы им приказывали и немножко давали пряник, какую-то морковку. Приказывали и пряник. Поэтому, в принципе, они готовы на все. Если там где-то какие-то остатки среднего класса что-то там могут сказать, то они скажут это про себя. Потому что они побоятся это говорить наружу. Поэтому какие-то брожения на кухнях там теоретически возможны, но практически… А такое заявление Порошенко, что он готов поддержать любую кандидатуру, которую может возглавить Донбасс, если эта кандидатура будет поддержана общественностью. Это, в принципе, он отдает на утку вот эту ситуацию? Это разговоры сейчас. То есть идут переговоры, в том числе при участии американцев, каким образом России эвакуироваться с Донбасса, прекратить это кровопролитие. И, ну, скажем, прощупывание ситуаций. Да, прощупывание ситуаций. Каким образом закрыть эту войну? Спасибо, Александр. У нас сегодня в гостях был политолог Александр Поли. Мы говорили о Генпрокуратуре Украины. Это была программа «Что происходит в эфире» Черноморской телерадиокомпании. Я и ведущая Юлия Шефер. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова